Доехали гусары Оформлением сцены, как художник-постановщик, я занимаюсь достаточно давно. У нас есть уже сложившийся коллектив золотарей, краснодеревщиков, бутафоров, швей. И мы работаем в основном с бюджетными организациями, у которых очень ограничено количество денег на оформление праздников. Но что значит оформить сцену? Я понимаю ее как человек. Он приходит, положено, на какое-то мероприятие, в театр или в гости. Он снимает с себя верхнюю одежду, то есть раздвигается сцена. И там остается душа. Человек обнажен. И душа эта, я считаю, должна быть яркая, красочная, открытая, торжественная. Поэтому вот, видимо, этим я могу объяснить мое желание работать на сцене только с натуральными материалами. Это бархат, парча, кованый металл, шелк, габелены. Ну, естественно, можно задать вопрос, что это очень дорого и это большие деньги. Отвечу, что нет. Здесь нужно только с нашей стороны, первое, работать четко, без раздолбайства. И второе, не воровать просто. И тогда будет заказчик доволен. И тогда нам исполнителям тоже хватит. Вот, видимо, чем объясняется то, что я работаю с натуральных материалов, а не могу с ракала, с пленочек, с целлофана. Ну, представьте, приходит человек к гости, снимает с себя драппо-пальто, а он завернется на фон. В этой работе художник-постановщик Василий Чикашев возрождает исконно русское, царское убранство сцены, достойное российской прокуратуры, главного блюстителя закона и правопорядка в российском государстве. В основе композиции сценографии лежит закон строгой симметрии, как символ твердой устойчивости правосудия. Современный световой дизайн дополняет величие и торжественность сценографии. Центр сцены композиционно укрепляет белая колонна с надписью «Закон», увенчанная короной Российской империи. Корона изготовлена из листового металла, ее высота 2 метра. Она инкрустирована цветным стеклом, точной копией пропорций и цвета камней оригинала. Для создания живого мерцания камней короны Василий Чикашев использует не только контровые источники света, но и стробоскопы внутри короны, высвечивающие стекло на просвет. Симметричные драпировочные шелковые маркизы задника сцены и балконов в зале отделаны золотой парчой. Их огромная лекальность достигается за счет внутреннего армирования тканей полиуретановым каркасом. Колористическое решение сцены основывается на голубом, белом и золотом цветах. Это символы монаршей власти, чистота, богатство, справедливость. В настоящую ментальную сцену органически вплетается характер классического концерта, мероприятия. Субтитры создавал DimaTorzok За основу сценографии праздничного концерта в честь Дня пограничника художник-постановщик Василий Чакашов взял блину сказания о трех великих богатырях, самых первых постовых земли русской. Начало художественного действия от картины Воснецова трансформируется в основной элемент оформления сцены – десятиметровый стальной щит. Он обрамляет видеоэкран, изготовлен из кованого металла. Масштабы щита своей монументальностью подчеркивают важность и значимость Федеральной службы безопасности. Верхняя часть щита – эмблема пограничной службы, выполнена позолоченным просечным металлом с эмалевыми ставками. Чтобы композиция сцены не была статичной, Василий Чакашов применяет диагональное размещение флага Российской Федерации. Внешне колоссальные размеры оформления выглядят легкими и воздушными, хотя все оборудование весит не одну тонну. Только металлический каркас для российского флага был изготовлен из 120 погонных метров металлической трубы. Сценография усиливается точной расстановкой световых приборов, их колористической программой. Композиция Композиционная идея оформления праздника Дня пограничника в 2003 году была построена Василием Чакашовым на взаимодействии двух основных крупных форм – знамена родов войск пограничной службы и двуглавый орел Российского государства – эмблема пограничников. Трудно поверить, что эти воздушные стяги достигают высоты 9 метров. Внутри их закреплены пандусовые натяжные каркасы сложной конструкции. Эмблема пограничников выполнена в кованом металле с эмалевой сердцевиной. Размах крыльев орла – 8,5 метров. Сцена первого государственного праздника Дня дипломатического работника оформлена в характерном для Василия Чакашова монументально устойчиво-симметричном стиле. Это придаёт праздничному концерту сдержанно-торжественный тон. Центром композиции является металлическая звезда с названием «Праздника», а по обе стороны от неё расположены шпалеры с изобразительным повествованием истории развития Министерства иностранных дел России. Центральная звезда ассоциируется с высшей наградой Государства Российского, орденом святого апостола Андрея Первозванного. Усиливает это впечатление фон звезды – шёлковая, муаровая императорская лента. Диаметр звезды 7,5 метров, вес 550 килограммов. Внутренний диаметр декорирован бархатом. Одна из самых значительных работ художника-постановщика Василия Чикашова – оформление юбилейного концерта в честь 277-летия Генеральной прокуратуры России. Пётр I, создавая службу надзора за исполнением приказов, требовал, чтобы Сейчин был оком государевым. Автор сценографии выполняет убранство сцены по-царски. В оформлении участвуют специалисты – бутафоры, златошвеи, гобеленщики, художники-монументалисты, чеканщики. Выполнены сложные техники – набивная серебряная парча, вышивание люрексом, аппликация золотой парчой по гобелену и росписи. На белой колонне, олицетворяющей твёрдость закона, установлена корона Российской империи. Она изготовлена из листового металла с золочением и инкрустирована цветными камнями. Это точная копия короны, принадлежащей императрице Анне Иоанновне. Примечательная история камня глубокого рубиного цвета, венчающего корону. В 1676 году российский посол по указу Алексея Михайловича купил его в Пекине. Сначала камень украшал алмазный венец Петра Алексеевича, затем русскую корону императрицы Екатерины I, далее Петра I и, наконец, эту корону. Высота двуглавого орла со щитом в центре композиции заднего занавеса составляет почти 9 метров. Рельеф набивных парчовых крыльев орла достигает 20 сантиметров. Цифры и буквы исполнены также в технике набивной парчи с рельефом в 10 сантиметров. Парчовые радиальные лучи, исходящие из центра, придают композиции высокой степени торжественность, почти триумфальность. Проект Василия Чекашова. Оформление прощального матча Игоря Ларионова на малой ледовой спортивной арене в Лужниках нестандартный. Художник объединяет весь сложный объем ледового дворца. Оригинальным решением потолочного пространства является символическая трехъярусная розетка из капроновых вымпелов точно по количеству забитых ларионовым шайб за все годы профессионального хоккея. Розетка отсекает ненужную пустоту темного пространства, сосредотачивает внимание и придает напряжение баталиям на льду. Центр художественно-концертного обеспечения мероприятия автор оформляет динамической неоновой конструкцией многовариантного программного действия. Эмблема матча Ларионова фонтанировала разнообразным светом в зависимости от ситуации на льду. Над вип-трибуной разместилось панно с профессиональными наградами хоккеистов в хронологии. На противоположной трибуне в ДСИ ледовой площадке размещались фирменные вымпелы команд, в которых играл Игорь Ларионов. Световая аранжировка мероприятия была подкреплена гигантскими экранами и салютными пушками-серпантином. КОНЕЦ Световая аранжировка мероприятия была подкреплена гигантскими экранами и салютными пушками-серпантином. Имеет вид усталого орла Крустальный звук разбитого графина Вопрос дизайна интерьеров настолько любопытный, настолько субъективный и настолько вкусовой, что я здесь придерживаюсь основного ориентира. Это вопрос бренда. Кто задает тон в интерьерах по всему миру? Это прежде всего люди, которые связаны в основном с модой. И мне нравится эта позиция. Положим, как работает Армани в интерьерах, как Лагерфельд работает в интерьерах, как Том Форд. Ну, Филипп Старк это как бы чистый, скажем так, дизайнер. А в основном все идет на моду интерьерную диктуют дизайнеры моды одежды. Видимо, в этом есть какой-то определенный смысл. Ну, как я создаю интерьеры? Для меня это музыка. Вот прихожу в помещение, которое необходимо оформить. Если это, скажем, спальня, то для меня звучит флейта. Если это супружеская, к примеру, спальня, то для меня звучит саксофон. А если это комната приема любовницы, здесь уже должна идти драйв-гитара или тромбон на худой конец. А может быть и такие мокрые, сырые бонги. То есть, вот, и они дают мне какую-то определенную импровизацию внутреннего такого драйва, для того, чтобы у меня возникали сразу ассоциации и по фактуре, и по цвету. Если это, скажем, ну, к примеру, должно быть заведение, ресторан, тет-а-тет. Значит, здесь звучит музыка клубная, сэмплированная музыка. И поверхности, соответственно, для меня, может быть, пошли какая-то шагрень шоколадного цвета, диваны длинноворсный, плюш, манжентовый цвет. Полы должны быть, как я их представляю в этой музыке, мягко, кремовые, мраморные, с темно-малиновым, спелой вишни, джутовым ковром. И дальше остается уже дело за малым. Когда это все в голове у меня уже есть, даже когда я еще не началал никаким проектом, я уже знаю, где будет какая ручка, какой косяк дверной, где будет какая плоскость. Дело остается за малым, только все это превратить в архитектурные и конструкторские чертежи и погонять строителей. Стоун – одно из первых столичных увеселительных заведений, интерьер которого задумывался как полностью экологичный. В оформлении клуба площадью 1300 квадратных метров Василий Чикашев использовал только натуральные материалы – дерево, кожа и, конечно, ценные породы камня. Спустившись вниз по крутой гранитной лестнице, вы попадаете в пещеру со сталактитовыми колоннами. Отделанную шунгитом стену рассекает никелевая жила, инкрустированная самоцветами, рубинами, гранатами и алмазами. Она как бы готовит посетителя к восприятию почти нереального великолепия главного зала. Василий Чикашев создал этот уникальный клуб от первоначальных эскизов до его полной жизнедеятельности как генеральный менеджер всего проекта. Дизайн клуба Стоун является визитной карточкой Василия Чикашева. Аналогов ему в мире нет. Под одной крышей здесь собрано около 250 видов натуральных пород и фактур со всего света. Из Африки, Австралии, Сибири, Центральной Америки, Японии. Стены ресторанного зала, расположенного в глубине клуба, отделаны мехом австралийской антилопы. Она прекрасно сочетается с венецианской штукатуркой а-ля филонов, расписанной в 8 слоев. Это создает интересный стереоскопический эффект и неповторимую цветовую гамму, меняющуюся в зависимости от освещения. Есть здесь и маленький зал караоке, отделанный пробкой с домашним кинотеатром и удобными шезлонгами. Своеобразным местом релакса посетителей является чиллаут. Стены и сидения выполнены из натуральной кожи. Полы удивляют неоновыми колодцами, визуально создающими глубину до 30 метров. Оригинально решены туалетные комнаты с золотыми раковинами и унитазами. В клубе есть винный погребок и уютная сигарная комната. Дизайнер Василий Чекашев задумал Манхэттен из двух зон абсолютно контрастных. Вип-ресторан с кабинетами и молодежный танцпол в стиле хай-тек. Вип не просто уютный, а не здешний, завораживающий, комфортный интерьер в стиле неоколониаль. Это гостеприимный дом очень богатого и оригинального человека, собравшего со всего света самые дорогие и изысканные вещи. Шелковая набивная мебель в стиле Людовика XVI. Египетская колонна, многорукая статуя Емантаки, привезенная из Индии, покрыта натуральным золотом. Открытый вид террасы на лазурной побережье Бразилии – все это наполнено романтикой странствий, приключений и роскоши. Яркая достопримечательность Манхэттена – художные эротические инсталляции и представления. Неограниченный полет фантазии, грез и романтических настроений дают павильоны Клеопатра, Индокитай, Футура, Шагал и Аквазона. Ночной клуб «Селеви» площадью 750 квадратных метров, расположенный на двух этажах, занимает особое место в творчестве Василия Чакашова. Необычайно малый бюджет и короткий срок строительства в два с половиной месяца продиктовали автору остроумную идею. Исходя из этих обстоятельств и названия клуба, художник-дизайнер решил создать интимное тусовочно-молодежное пространство с налетом сексуальности. Концепт дизайна клуба основан на использовании неожиданных декоративных поверхностей, технология которых придумана самим художником. Зонирование клуба выполнено таким образом, будто человек попадает во внутренние органы гигантского биомеханического существа. Перистальтика помещений охватывает посетителей то пульсирующими эритроцитами сосудов, то слизистыми ганглями, то шершавой катарактой, то провесниченными тканями. Гость попадает на танцпол, где огнедышащие колонны зашнурованы кожей, а на бархатном занавесе флюорисцирует надпись и стена бара серебрится панцирем черепахи. Василий Чакашов лично осуществил строительство заведения. Клуб «Селеви» – образец оптимального соответствия, качества дизайна, быстрых сроков исполнения и сметной стоимости. Здесь есть мягкий челлаут в виде гортани великана и плюшевый стриптиз-зал с кабинами для приват танцев испуганных дней. В дизайне клуба «Убанкира» Василий Чакашов соединяет две линии – ностальгическую респектабельность и современный урбанистический стиль. Гармония холодных полированных поверхностей мрамора и гранита, алюминия и стекла с теплым живым мерцанием натурального ореха. Автор использует сдержанные глубокие тона натурального камня, итальянского гранита, парадиза классик и турецкого мрамора «Саломе». Весь интерьер наполнен изысканными аксессуарами. Гармоничный и оригинальный в интерьер фойе вписывается зеркало Филиппа Старка. Клуб-ресторан «Убанкира» площадью 550 квадратных метров из двух этажей спроектирован дизайнером Василием Чакашовым на месте бывших квартир малогабаритов. Интерьер первого этажа сделан в стиле типичного европейского кафе с удобными круговыми диванами из натуральной кожи, выполненными по эскизам и чертежам автора. Монохромный колорит венцианской штукатурки стен и потолка кафе – своеобразный ремикс на фактуру мрамора в фойе. А стильные светильники известной итальянской фирмы «Фабиан» с титановым напылением – оригинальный унисон с алюминиевым профилем дверей. Барная стойка, выполненная по чертежам автора из натурального ореха с каповыми тафлями, имеет 8-метровую радиусную гранитную столешницу, объединяющую кафе с зоной ресторана. Ресторан выполнен в классическом русском стиле а-ля Савва Морозов со стеновыми панелями и пилястрами из ореха, шелковой обивкой стен, кожаными креслами банкир и дорогой хрустальной посудой. В зале развешаны копии из картин великих мастеров – Филонов, Шагал, Вермеер, Тесо, Дега, Ван Гог. Эти копии выполнены художником Чакашовым по уникальной технологии. Помимо микронно-точного рисунка и колорита, они обладают идентичными с оригиналом толщиной и направлением живописного мазка. Здесь есть и собственная живопись автора – австрийский этюд «Город Хорн». Второй этаж заведения выполнен в современном минималистском стиле. Сдержанность и благородство стеновых панелей из натурального венги с алюминиевыми протяжками, как ничто другое, отвечает самому изысканному вкусу вип-гостей. Помещение оснащено видеотехникой и экранами. Здесь можно проводить семинары, представительские переговоры, пресс-конференции, официальные обеды. Вип-зона. Мебель ручной работы для этого помещения сделана по эскизам и чертежам Василия Чакашова. Мебель ручной работы для этого помещения сделана по эскизам и чертежам. Мебель ручной работы для этого помещения сделана по эскизам и чертежам. Мебель ручной работы для этого помещения сделана по эскизам и чертежам. Мебель ручной работы для этого помещения сделана по эскизам и чертежам. Это кубики, крестики, черточки, кружочки. Он меня совершенно не устраивает по причине своей целлюлоидности, по причине своей неживучести, что ли, можно сказать. Я считаю, что высший пилотаж, когда, положим, работаешь над торговой маркой, это прежде всего эмоция, это настроение, это какой-то даже психологическая характеристика владельца этой торговой марки. Вот если еще есть самоирония в ней, какая-то часть юмора, которая очень хорошо характеризует как человека умного владельца этой марки, тогда я получаю настоящее наслаждение от этой работы. Я думаю, что вот нынешние молодые дизайнеры, они пропустили в своем обучении ремеслу, научению своей профессии таких великих наших русских мастеров, как Ивана Билибина, Сергея Чихонина, которые несут себе именно русский дизайн. Сейчас очень много говорится о том, в чем же заключается наш русский дизайн. Я вполне определенно, четко могу сказать, это прежде всего в живости, в живости штриха, в присутствии руки художника. Пусть это немножко будет литературно, пусть это, на первый взгляд, кажется немножко излишне перегруженная информация, но в этом есть жизнь, в этом есть настроение. И в вопросах корпоративных, буклетов, брошюр, книг, я думаю, что здесь я все-таки приверженец, скажем, такого дизайна, который был бы понятен как от профессора и до бомжа, чтобы эти издания не были подвержены моде. Вот это их проверка на качество дизайна и на их доступность. Василий Чикашев работает в области графического дизайна. В этой сфере он необычайный плодовик. Им сделаны сотни торговых марок, эмблем, логотипов, как в России, так и за границей. Разработаны фирменные стили Пенсионного фонда Сбербанка России, Российского союза молодых предпринимателей, агентство деловой информации «Сорока» и многие другие. Все бренды и работы автора до дна отражают ментальность и специфику их обладателей. Умышленный уход от золотированности приносит, по его словам, настроение и характерность. Товарные знаки Союза молодых коммунистов Франции, танцбара «Драйв», эмблема ПГООшской конференции, эмблема Российской академии творчества, типичный авторский стиль. Художник является автором государственной эмблемы всенародного празднования 55-летия Великой Победы. Василий Чакашов во время работы главным художником редакционно-издательского центра «Комсомольская правда» качественно реформировал внешний облик газеты, реконструировал основной логотип газеты, разработал художественно-дизайнерские концепты и логотипы вкладок, создал графический стиль комсомолки к 70-летию и 75-летию со дня основания газеты, был главным художником и автором дизайнерской концепции журналов «Весь компьютерный мир», «Айда», «Супермен», «Модель», «Русская виза». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Василий Чакашов автор многочисленных корпоративных буклетов, офисной документации, постеров, сувенирной продукции, календарей и оскрыток. Благодаря разностороннему образованию и богатой практике является редким психологом и специалистом по разработке рекламных концептов, имиджевых слоганов и текстов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова